Всем привет! Начинаем нашу тренировку. Как обычно, вначале давайте убедимся, что всё в порядке. Трансляция пошла, меня слышно, всё видно. Плюс аните там в чат, если это так. Давайте я подожду немножко. Так, вроде бы трансляция должна была пойти. Давайте подожду, чтобы все подключились и подтвердили, что всё нормально. Звук есть, картинка видна. Небольшая задержка, как обычно. Так, от Окуня плюсик. Да, спасибо, супер. Значит, трансляция пошла. Это замечательно. Тут, кстати, Окунь пишет, у меня иногда складывается такое чувство, что на Гатспокере одни русские из школы. Но там много, на самом деле, действительно, с разных потоков ребят. Но, на самом деле, какая разница, с какими регами играть? Мы же зарабатываем с фишных ребят, так что без разницы. Так, да, всем ещё раз привет. Сегодня у нас основная тема тренировки – это хат и работа со статами. Давайте сейчас мы вначале пробежимся по каким-то основным статам. Пару слов я скажу про то, ну, какие статы вообще стоит использовать, на что там ориентироваться. Более подробно, опять же, по основным статам будет дальше на курсе, кто у нас на курсе. Ну, дальше поразбираем раздачи, дальше ещё посмотрим, может быть, какие-то будут вопросы. Поглядим там, что успеем. Может быть, в сети iPoker чуть-чуть поиграем, если будет. Останется ещё время. Так, давайте возьмём какую-то раздачку. Кстати говоря, если кому-то интересно, вот результаты на пати. Вроде как не в минус. На 100 тысяч с небольшим раздач. Вот, давайте возьмём какую-нибудь, не знаю, раздачу. Просто я пробегусь по хаду, по попапам, расскажу по статистике. Сейчас она подгрузится. Но на оппонентов смотреть смысла нету, потому что это пати. Если тут какие-то рандомные статы он выводит, на примере моей статистики посмотрим. Ну, основное ещё, что хочу сказать сразу, пока тут статы прогружаются. Статистика нужна, важна, но надо всегда помнить, что это вторично. То есть, изначально мы всегда оцениваем рек против нас или фиш. И оцениваем логику. То есть, что он делал. Закладываем ему этот спектр. При помощи статов мы можем как-то уточнять, корректировать наше решение. Но изначально мы смотрим на раздачу, что делал оппонент. Закладываем ему спектр. Думаем, с какими руками он мог так сыграть. И, исходя из этого, уже принимаем основные решения. А статы позволяют нам корректировать в ту или иную сторону наше решение. То есть, какие-то тенденции отслеживать в граничной ситуации. Агрессивный оппонент, пассивный. Ну, более широко он открывается, менее широко. И так далее, и так далее. Как он фолдит на конбет. Как часто он конбеты ставит. То есть, это позволяет нам корректировать спектр. Но, в любом случае, это вторично. Вопрос от Карпмана. Ты играешь с майнингом? Нет, я не играю с майнингом. Тем более, это раздача с пати покера. Там вообще хада нет. Это какие-то рандомные статы как-то холдом выводят. Выводят на оппонентов тут, как видите, даже в общем виде они скачиваются. То есть, там можно скачать раздачу, но они какие-то обобщенные. Тут какие-то плееры. Я вообще не знаю, с кем я тут играл сейчас. Поэтому это не майнинг. Это просто холдем так воспринимает формат скачанных раздач с пати покера. Итак, переходим к статам. Собственно, еще что важно, выборка. То есть, вы всегда должны отслеживать, прежде чем ориентироваться на стат, есть ли у вас выборка. То есть, хотя бы 10-15 ситуаций на конкретный стат. То есть, не то, что у нас есть 1000 рук на оппонента, и мы смотрим все статы. Нет. Может быть, даже на 1000-2000 раздач, какой-нибудь стат 4 бета или фолда на 4 бет будет нерепрезентативным. То есть, там будет 2-3 ситуации. То есть, надо всегда смотреть, сколько у вас ситуаций выборка именно на этот конкретный стат. Ну, и так, по статам. Что у нас? В PIP-PFR, да, основные статы, которые мы всегда смотрим, это нам... позволяет, в первую очередь, отличить регов от фишей. То есть, в чем плюс статов, игры со статами позволяет отличить регов от фишей. В PIP-PFR. То есть, если у игрока, ну, опять же, на какую-то более-менее вменяемую выборку, там, 50 раздач хотя бы, в PIP и PFR сильно отличаются, ну, там, вот, 35 на 20 какой-нибудь. Ну, короче говоря, в PIP больше 35 хотя бы, лучше больше 40. То, скорее всего, это фиш. Опять же, надо смотреть на дополнительные показатели. В принципе, я думаю, все уже знают, помнят, чем реги от фишей отличаются. На всякий случай, еще раз проговорю. То есть, признаки фиша. Он лимпится, у него нет автодокупки, обычно не полный стэк. Ну, и вот, собственно, статы, да. И у него, ну, на пустлопе мы можем видеть, что у него какие-то неадекватные линии. Частый донг B это какие-то B1-BB. Какие-то там очень широкие колы по каким-то там вторым-третьим парам. Три барреля, ну, и так далее, и так далее. То есть, надо всегда оценивать оппонента по совокупности. То есть, если вы увидели там на 20 раздачу оппонента в PIP PFR там 40 на 20, но все остальное у него вроде как реговское, то есть у него есть автодокупка, у него полный стэк, никакой фигни вы не видели, может быть это еще и не фиш. Тут надо к нему присмотреться. То есть, нельзя опять же на небольшую выборку посмотреть просто на PIP PFR и сказать, что все, фиш. Надо смотреть и на другие факторы. Ну, обычно фишей видно сразу, но тем не менее. Бывает такое, что регу как-то заходит и у него какие-то статы светятся на небольшую выборку, похожие на фишные, но это по факту оказывается не фиш. Кроме в PIP PFR в HUD у меня выводится 3-bet, фолт на 3-bet. Ну, сейчас перейдем к попапам еще. Про статы расскажу подробнее про какие-то. У вас, возможно, HUD другой, то есть у кого-то HUD от покерабилити, у кого-то какой-то купленный, у кого-то еще что-то, ну, сами, допустим, сделали. В идеале, конечно, сделать HUD самому, чтобы вы знали, где какой стат, зачем он вам нужен, и там не было никаких лишних статов, чтобы вы на них не ориентировались, они вас не сбивали с толку. Ну, общий 3-bet позволяет оценить просто агрессивность оппонента, насколько он вообще широко 3-бетит. То есть в идеале надо смотреть 3-беты по позициям. Нет, они у меня вот. Да, то есть в попапе здесь выведены 3-беты позиции против позиции. На большую выборку это вот то, на что надо ориентироваться, потому что, как вы видите, ну, вот на моем примере, сейчас... ББ против УТГ и МП там 4-5% 3-бет, а ББ против Баттона 9% против СБ 12%. То есть, если мы посмотрим общий 3-бет, скажем, на ББ, он будет там в районе... У меня тут нет общего... В районе там 7%, а против СБ это будет 12%. То есть, желательно вот такие статы смотреть именно позиции против позиции. Ну, дальше здесь в HUD есть фолды на 4-бет. В принципе, это вот 4-беты, и фолды на 4-бет это та статистика, которая набирается очень долго. То есть, чтобы на нее ориентироваться, надо большую очень выборку рук. Так, Эдуард спрашивает у кого-то, не лагает ли? Да вроде бы идет нормально, а если идут какие-то лаги, отпишитесь. Попробую что-то сделать. Ну, вроде как идет трансляция. Ну, и дальше опять-таки идет постфлоп статистика в 3-бет потах. То есть, тоже то, на что нужно обращать внимание, но нужно обращать внимание на выборку. То есть, ну, здесь понятно, что выборка большая, но вот в скобочках за статом есть число, да. Это как раз-таки количество ситуаций. То есть, надо обращать внимание, чтобы хотя бы там ситуации 15... Ну, 10, 15, 20, лучше больше было, чтобы вообще на этот стат как-то воспринимать. Если тут 5 ситуаций, просто не надо на этот стат обращать внимание какое-то. Так, про впип, пфр вроде бы рассказал. Ну, как их использовать в принципе. Ну, то есть, общий впип, общий пфр позволяет в первую очередь отличать регов от фишей. То есть, так больше особо они нам не нужны. То есть, если мы хотим уточнить какие-то open-raises рега, мы смотрим на race first. Сейчас дойдем до этого. Что тут еще есть в хаде? Лимпы есть. Опять же, позволяют вычислять регов. То есть, они играют с... Ой, регов, да. Ну, и фишей, соответственно. Они играют с лимпами. Фишные, ребята. Сразу это видно. Ну, и дальше. Кантбет и чек фолды и фолды на Кантбет. То есть, общие по флопу приведены. Опять же, если вы хотите посмотреть Кантбет, то важно различать. Ну, вот это вот Кантбет общий, да, и фолд на Кантбет общий. Какие-то тенденции они позволяют отследить. Но важно различать, что есть две ситуации, в которых и Кантбет, и фолды на Кантбет будут отличаться сильно достаточно у регов обычно. То есть, когда рег находится в позиции, и когда рег находится без позиции. Без позиции обычно Кантбеты ниже, а фолды на Кантбет наоборот выше, потому что оппоненту тяжелее защищаться. Ну, и, собственно, в позиции, когда находится регулярный игрок, у него Кантбеты выше, а фолды на Кантбет ниже. То есть вот на примере здесь, вот если мы посмотрим в хаде, да, то есть кандбет без позиции по флопу 48 в позиции 65. То есть вот когда вы смотрите на кандбеты и на фолды, на кандбеты тоже, сейчас мы до них дойдем, надо смотреть не общий стат кандбета, а кандбет либо в позиции, либо без позиции. В ханту ноут стата в скобках это вроде как количество ситуаций против хира. Честно говоря, с ханту ноутом подробно не работал, по-моему это тоже общее количество, хотя не уверен. Может быть я не прав. Вот, то есть если вы смотрите кандбеты, обязательно у вас должна быть выведена отдельно без позиции, соответственно по флопу Терну Риверу и в позиции. Так же.